МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эрудит пятёрка! АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня у тех, кто играет в нашу интеллектуальную и уникальную викторину для школьников, последний шанс пробиться в финал младшей серии. Младшая серия – это ученики седьмых-девятых классов. Сегодня вот такие очень серьёзные ребята. Наши будущие звёзды, будущие звёзды старших и так далее, и так далее, и так далее серий. Будущие звёзды интеллектуальных игр, начиная от Поличиевского, заканчивая что, где, когда. Словом, слева от меня в синих шарфах воспитанники Гомельского государственного областного дворца творчества детей и молодёжи. АПЛОДИСМЕНТЫ Справа от меня в красных шарфах питомцы Паскаля. Все они учатся в 46-й гимназии имени великого французского учёного-хилософа Блеза Паскаля. Красные! АПЛОДИСМЕНТЫ Собственно, команду дворца я мог бы называть просто Тимур и его команда, потому что капитаном этой команды является Тимур Босак. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а капитан питомцев Паскаля, капитан 46-й гимназии, успел уже примелькаться на нашем телевидении, на нашей второй кнопке белорусского телевидения. Это Иван Минов, участвовавший в великом множестве игр и обычно их, что характерно, выигрывавший. Иван Минов. АПЛОДИСМЕНТЫ Прекрасно. Я сейчас напугаю до дрожи и команду дворца, и команду 46-й гимназии тем, что команда Светлогорска вот несколько отборочных игр назад набрала аж 215. Повторить этот результат или приблизиться к нему будет очень сложно, но если вы ходите в финал, то попытайтесь хотя бы это сделать. Итак, внимание, эрудит пятерка, последняя отборочная игра младшей серии. Поехали! АПЛОДИСМЕНТЫ А начнем мы по традиции с блеф игры. Я обращаюсь к Тимуру. Тимур, кто готов смело говорить да или нет? Миша. Миша умеет. Иван у вас? Юля. Миша против Юлии. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание, поехали. Верите ли вы, что Архимед однажды в одиночку сам спустил корабль на воду? Да. Да, верю. Да, он применил систему рычагов, блоков и так далее. И корабль пошел. Играем. Верите ли вы, что человеческий глаз наполнен воздухом? Нет, не верю. Да, там стекловидное тело. Браво! Верите ли вы, что пчела может ужалить нескольких человек? Да, верю. Ой, какие-то неправильные пчелы вас явно кусали. Пчела гибнет после первого же укуса, после первого ужаливания, обламывает жало и умирает. Играем. Верите ли вы, что напряжение измеряют амперметром? Да. Да, верю. Никогда не пытайтесь, вольтметр для этого существует. Сожжете, пожалуй, амперметр. Играем. Верите ли вы, что в Индии живет более миллиарда человек? Фальстарт, Юлечка. Да, верю. Да, вы правы, более миллиарда человек в Индии, одна из самых населенных стран на нашей планете. Итак, 15-0 блестяще начал дворец. Дуэль-игра. Команды, команды, прослушайте темы пяти боев нашей дуэль-игры. Внимание, это знают все простые вопросы. Символы. Все понятно. Тише едешь, дальше будешь. О передвижении, о транспорте и так далее. В осаду или в огороде. Ну, простая ботаника. И дело техники. У вас 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя берет. Поехали. Время истекло. И я обращаюсь к Тимуру Босову, капитану команды дворца. Тимур, кто может сказать... А, это знают все. Миша. Миша. О, хорошо. Лихо он, кстати, играл на блеф-игре. Ваня, у вас? Лиза. Миша против Лизы. Вперед! Лиза. 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 Начнем. Это знают все. Из какой страны, кстати, родом Карлсон, который живет на крыше? Лиза. Швеция. Да, конечно. Сколько лучей у снежинки? Восемь. Понятно. Лиза. Шесть. Конечно. Миш, дождитесь зимы, пересчитайте. Честное слово, шесть. В каком океане находится Саргассово море? Миша. Тихо. Боже ж ты мой. Лиза. Атлантическом. Атлантический океан. Это знаменитое море без берегов. Играем. Тигр, пантера, клим, ворошилов, генерал, шарман, Т-34. Все это? Лиза. Танки. Чисто женский вопрос, да. АПЛОДИСМЕНТЫ И последний вопрос. Из какой травы изготавливают даже мебель? Ну что же за трава такая, Лиза? Бамбук. Бамбук, конечно же. Это трава. После первого боя дуэль игры 15-25. Лиза увела команду вперед. Дальше играем. Итак, символ нашей страны, красно-зеленое знамя с орнаментом, символ светлого будущего, красная звезда и так далее. Понимаете, что я подвожу к теме символы. Второй бой. Тимур, кто отправляется в бой? Глеб. Хорошо. У вас Иван? Юля. Глеб против Юлии. Вперед! Поехали. Символы. Все просто. Этот лошадиный аксессуар – символ удачи. Глеб. Подкова. Да, конечно. Эту птицу помещали на флюгер как символ бдительности. Петух. Да, в частности у Пушкина в золотом петушке. Да, Глеб. Великолепно. Этот символ Рио-де-Жанейро стоит на горе Корковадо. Да, Глеб. Иисус Христос. Да, статуя Христа Искупителя. Эти два орудия – символ страны Советов. Символ Советского Союза. Да, Глеб. Серп и молот. Браво! Итак, последний вопрос. Темы символы. Этот зверек у канадцев – символ трудолюбия. Ну. Да. Пчела. Пчела, зверек, насекомое, в общем-то. Юля, может, вы знаете? Бобр. Бобр, конечно же! Итак, после символической темы, еще далеко не символический, 30-35, 46-я начала нагонять дворец. Мы играем в следующий бой. Итак, я вынужден притушить энтузиазм в студии, сказать, тише едешь, дальше будешь. Потому что именно так звучит следующая тема. Третий бой. Тимур, кого отправляете? Диму. Диму. А Иван? Андрея. Итак, Дима против Андрея. Вперед! Тише едешь, дальше будешь. Начнем. Так называют судно для буксировки барж. Дима? Буксир. Успел, отлично! Эта инспекция строго-строго следит за соблюдением скоростного режима. Дима? Дорожно-патрульная служба. Я попросил инспекцию назвать. Андрей? ГАИ. ГАИ, госавтоинспекция. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, есть подразделение УГАИ, Дорожно-патрульная служба, вы правы, но я спросил, какая инспекция. Играем. Мерседесы, как известно, родом из Германии, а запорожцы? Дима? Советский Союз. Да, согласен. А вот какая из республик-то? Украина. Отлично. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорожный знак, у которого на синем фоне перекрещиваются две красных линии, запрещает это. Да. Въезд. Въезд – это кирпич на самом деле. Запрещающий. Так, Дима, может, вы ответите? Парковка. Парковку, остановку, да, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ И заканчиваем, и заканчиваем. В годах в секунду фантасты измеряют скорость этого средства передвижения. У Димы фальстарт, а у Андрея? Машина времени. Машина времени, конечно же. Вот как лихо прокатились наши молодые люди. 50-40, дворец впереди. Следующий бой. В осаду ли в огороде девица гуляла? Тимур Босак, кто в вашей команде лучше всех знает ботанику? Женя. Ну вот я ж об этом, собственно, и пел. Ваня, а у вас? Юра. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, ну, ботаниками вас называть не буду. АПЛОДИСМЕНТЫ Знатоками растительности. Поехали. Своё название она получила благодаря горькому вкусу. Женя. Три, две, одна. Понятно. Юра. Нет? А вот на колбаску никогда желтенькую такую не мазали горчичку. Горький вкус. Горчица. Играем. Спасибо, что поддержали немножко понервничавших игроков. Играем. У японцев любоваться её цветами – это отдельный праздник. Юра. Сакура. Браво, Юра! На Востоке говорят, что вода – душа этой сельскохозяйственной культуры. Да? Рис. Отлично! Название этой каши намекало, по-моему, и намекает сейчас, что можно стать таким же сильным, как греческий герой. Юра. Геркулес. Овсяная каша, геркулес. Отлично! Загадка о ней упоминает четыре цвета. Красный, чёрный, белый и зелёный. Ну? Это чёрная? Нет, это красная. Всё, всё, я уже начал комментировать. Это чёрная? Нет, это красная. А почему она белая? Потому что зелёная. Речь идёт о смородине. Красная, чёрная смородина, незрелая. Красная смородина, белая. Вот и всё. Итак, после темы... Вас, Сану Левогородье, 55-50. Ничтожный разрыв впереди дворец. Играем дальше. Итак, я понимаю, на тему «Дело техники» капитаны взяли себя. Я прав? Тимур, Ваня. Вперёд! Итак, «Дело техники». Это неземное средство передвижения изобрели братья Райт. Иван? Самолёт. Конечно. Темпера, масло, пастель, гуашь. Названными техниками пользуются они. Фальстарт Тимур. Иван спокойно отвечает. Живописцы. Даже я бы сказал, художники-живописцы тоже хорошо. Отлично. Без него нельзя представить автомобиль, а вот инки и ацтеки до него так и не додумались. Тимур? Колесо. Отлично. Утюг, телевизор, микроволновка, миксер. Всё это такая техника. Иван? Бытовая. Отлично. А вот если я назову трактор, культиватор и селку, какая это будет техника? Тимур? Сельско-хозяйственная. Великолепно. И после темы дела техники счёт равный. 65-65. Равная игра. Каких только тем у нас не было в младшей серии на тест-игре. И белая, и чёрная, и красная, и серебряная. Ну, сегодня раз мы бьёмся за венал, тема золотая. Итак, внимание. Тимур, кто у вас по золотишку-то? Глеб. Глеб. Понимаю. Иван? Андрей. Итак, Глеб против Андрея. Вперёд! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Играем. Золотая рыбка у Пушкина выполнила. А. Три желания. Б. Четыре желания. С. Пять желаний. Андрей, прошу. Три желания. Три желания. Понятно. А вы... Это неправильный ответ. Что вы? Глеб, у вас есть шанс. Пять очков на полборе заработать. Он считает, честно, пальцы. Четыре желания. Четыре желания. Давайте считать вместе. Итак, корыто. Раз. Дом. Два. Столбовая дворянка. Три. Вольная царица. Четыре. А пятое желание владычица морское. Она не стала выполнять. Так что Глеб заработал пять очков на подборе. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Аргонавты. Аргонавты. Плыли за золотым руном. А. В Авлиду. Б. В Колхиду. И С. В Тавриду. Андрей. Вариант Б. В Колхиду. Да, там сейчас Грузия. Десять очков с лету взял. Молодец. Жанна Дарк получила в свой герб дворянский. А. Золотой меч. Б. Золотой шлем. С. Золотую прялку. Глеб. Золотой меч. Золотой меч. Золотой шлем это была мужская привилегия. Золотой меч, вы правы. АПЛОДИСМЕНТЫ Киноприз. Золотой лев вручается. А. В Каннах. Б. В Берлине. С. В Венеции. Глеб. В Каннах. В Каннах золотая пальмовая ветвь. Андрей. В Венеции. Да, золотой лев. Лев святого Марка. Это символ Венеции. Вот даже Глеб вам аплодирует. За великолепный ответ. И заканчиваем. На золотой улочке в Праге во времена императора Рудольфа жили А. Алхимики. Б. Ювелиры. С. Золотари. Глеб. Ювелиры. Ювелиры. Есть шанс у Андрея? Предположим, что золотари. Золотари это те, кто убирает отходы. Канализационщики, в общем-то. А на самом деле император Рудольф сам неоднократно захаживал на золотую улочку, где жили алхимики, грозившиеся из чего угодно, даже из того, что собирают золотари, сделать золото. Итак, после теста игры нашей игры с вариантами 80-85, вперед выходит 46-я гимназия. Слайд-игра. Итак, слайд-игра. Ну, я не буду раскрывать так особенное название темы. Скажем так, тема геройская. Кто настолько героичен, что сходит на эту тему у команды Тимура, у дворца? Я. Тимур. Отлично. У Ивана? Лиза. Итак, Тимур против Лизы. Вперед! Итак, начинает слайд-игру 46-я гимназия, как ведущая пока в этом матче. Лиза, уж простите за такие простые вопросы для вас. Алиса. Алиса, Льюиса, Кэрролла, да, разумеется. 15 очков заработала Лиза. Тимур, ваш слайд. Бармалей. Помните еще. Да, это Бармалей. Играем. Лиза, ваш слайд. Ванька. Ванька, что вы? Тимур, у вас есть шанс. Вова. Вовка в тридевятом царстве. 10 очков на подборе взял Тимур и пытается взять 15. Тишина, тишина в зале. Отлично, да. Вот это герой. Так он выглядит в кино, а так он выглядит в мультике. Тимур, три, две, одна. Не знаю. Не знаю, Лиза. Громозека. Громозека, да. Это герой Кира Булычева, один из друзей его Алисы. Лиза, браво, играем с вами. Ямовочка. Которая из них? Которая без крылышек. Логично, вы правы. Тимур. Емеля. Емеля на печке, вы правы. Лиза. Персонаж белорусской сказки, вот та, которая на лопате сидит. Тихо, 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 тихо. Лиза, неужели не знаете? Тимур, может, вы знаете? Нет. Зал. Жихарка. Жихарка это. Вот как она выглядит. Хорошо. Тимур, играем с вами. Тишина. Абсолютная тишина. Три, две, одна. Лиза. Забава. Забава, да. Забава путятишна. В разных мультиках она вот так выглядит. И, Лиза, продолжаем играть с вами. Вот это Иванушка. Ну, Ивашка, да, из дворца пионеров, да. Ну, я не могу придираться. Иван, он и даже в капитанов команды Иван. Разумеется. Тимур, с вами. Котопёс. Да, как ни странно, это Котопёс. По-моему, очень лихо играли и Тимур, и Лиза. Сколько они наколотили? 135, 160, 46-я и впереди. Риск игра. Итак, дворец против гимназии. Последний военный совет в команде у Тимура. Иван давно сам всё для себя решил. Итак, Тимур, риск игра. Самый сильный, самый мощный, самый спокойный игрок. Дима. Дима. Горячий. Дима. Иван. Выйду я. Вперёд. Итак, риск игра. Самая решающая игра, потому что в ней можно и приобрести, и потерять. Либо плюс 20, либо минус 20. Темы повторяют темы нашей дуэль игры. Это знают все. Простая детская загадка. Молчан собака весь дом стережёт. Ваня. Замок. Да. 135, 180. Играем. Символы. Змея на чаше, её символ. Фальстарт. Иван. Дима, у вас есть шанс? Фармацевтика. Фармацевтики, медицины, разумеется. 155, 180. Играем. Тише едешь, дальше будешь. Эти выходцы из Жодина скоростными качествами не отличаются. Дима. Тракторы. В Жодина не делают тракторы. Минус 20. Иван. Будет отвечать, да? Да. Комбайны. Минус 20. Жодина. Белазы. Им не нужна скорость. Им нужна грузоподъёмность. 135, 160. Два последних вопроса. Во саду львогороди. Римляне верили, что это растение освежает не только дыхание, но и память. Дима. Тишина. Нет. Ну хоть что-нибудь. Три. Тишина. Хвоя. Понятно. Иван, будете жать? Мята. Мята, вы правы. 115, 180. Решающий вопрос. Дело техники. Эту огненную технику делят на боевую, гражданскую и развлекательную. Иван. Огнемёты. Может, Дима поправит Ивана? А я уже собрался, Ваня, салют. Вашу честь устраивать боевая, гражданская для создания эффектов в кино и развлекательная. Пускаем мы её на праздники и на Новый год. Это пиротехника. Салют в честь победителя 160-115. Гимназия имени Блеза Паскаля победила в этом матче. Спасибо. Ну вот просто такой стресс после такой бурной игры, когда не было понятно, кто побеждает, кто выйдет сейчас вперёд, кто выйдет в финал. И в конце концов ни дворец, ни гимназия Паскаля друг в финал не пустили. Ну ничего, они будут играть в более серьёзных наших играх. Например, в чемпионате Европы среди школьников, который регулярно проходит в Гомеле. Итак, чтобы снять такой стресс, нужно что-нибудь сладенькое. И сладенькое у нас благодаря самомойке, мойке самообслуживания на солнечной в Гомеле, на объездной 4Г. Есть у нас такая возможность. Вот самомойка дарит вам вот такие сладкие подарки. На здоровье! А кроме сладких подарков, дарит она вам ещё и вот можете даже посмотреть, что оно такое. Очень полезные вещи, очень милые. Это всё от самомойки. Замечательное место, где без особых хлопот и очень дёшево, можно привести в порядок, помыть и пропылесосить свой автомобиль. Самомойка. Вот-вот после окончания младшей серии у нас пойдёт серия рекламных игр, в которых примут участие. А вот кто в них примет участие, вот вам же будет неинтересно, если сейчас я вам расскажу. Самые разные люди, самого разного возраста, социального положения и так далее, и так далее. Смотрите, не будем нарушать интригу, поэтому, что я вам могу сказать? Ищите нас, включайте нас, смотрите нас, tvargumel.by, трудит пятёрка. Ну вообще, самое главное, дети, смотрим пятёрку, получаем десятки. Играем! Субтитры подогнал «Симон»!